Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Просроченная задолженность россиян перед банками продолжает расти. По оценкам агентства Sequoia Credit Consolidation, если по итогам года просрочка по кредитам выросла на 51%, то уже за первые месяцы 2015 года рост составил 12%. Общий объем просрочки 747 миллиардов рублей. Заемщики выходят на просрочку в основном из-за ухудшения материального положения. Чуть меньше людей жалуются на потерю работы и сокращение зарплаты. Заемщики, имеющие кредит в иностранной валюте, сетуют на невозможность справиться с резко возросшей долговой нагрузкой. Инфляция в России за период с 11 по 16 марта составила 0,2%. Такие данные публикует Росстат. На этом уровне инфляция держится третью неделю подряд. С начала марта потребительские цены увеличились на полпроцента, с начала года на 6,7%. В марте прошлого года инфляция составила 1%. Председатель Центробанка Эльвира Набиулина на прошлой неделе заявила, что инфляция в России в 2015 году останется в пределах 12-14%. Набиулина вообще много чего говорила. Да вот ответственности за все свои разговоры никакой не несет. По данным московского аэропорта Домодедово, количество путешественников по направлению Крым выросло на 1433% и составило 155 726 человек. Это высочайший показатель по Крыму за последние несколько лет. Самый высокий рост пассажиропотока по иностранным направлениям отмечен по комплексу направлений Кишинев-Абудаби-Анкона-Ош-Гоа. В первые два месяца текущего года на указанных маршрутах было перевезено 224 тысячи человек, что на 41,5% больше показателя аналогичного периода 2014 года. Российский фондовый рынок открылся ростом котировок по отношению к основной торговой сессии среды. Индекс ММВБ подрос до 1647 пунктов. Среди лидеров роста – Мичел, Полиметал, Аптечная сеть 36,6, Сбербанк и ОГК-2. Лидеры падения – Алроса, Северсталь и Солерс. Позитив на российском рынке вызван решением ФРС США оставить ставку на прежнем уровне. Европейские и американские площадки завершили среду позитивно. Цены на нефть немного отскочили вверх. Фьючерс СНП растет. Азиатские рынки также показывают преимущественно позитивную динамику. Курс доллара на 19 марта – 61,34 рубля. Курс евро – 65,01 рубля. Золото стоит 2266 рублей за грамм. Серебро стоит 30,69 рубля за грамм. Цена нефти марки Brent – 55,38 доллара за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах.